Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за внимание, за то, что откликаетесь в комментариях, обсуждаете все. Николай Полозов, российский адвокат, со мной прямо сейчас на связи. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Николай, множество вопросов, но начать я хочу со слова «война», которая у Путина вырвалась во время пресс-подхода. Он не исправился, немного замялся, но все, собственно, заметили и обсуждают то, что хочет закончить Путин или Россия. Просто понимаете, когда Юрий Шевчук, например, никак даже в Верховном суде не смог отменить штраф, вот этот наложенный в Башкортостане, когда Илья Яшин получил срок, это вот как-то вот по-особенному выглядит. Путину закон его же не писан, получается? Ну, конечно же. Конечно же. В России произошло существенное разделение населения по сословному признаку. есть государство, как говорил Людовик XIV, государство – это я. Вот есть путинский режим, это он. И вот это вот вся чиновничья опричнина, которая может быть над законом. Это произошло не сегодня, это на протяжении долгих десятилетий выковывалось, когда появлялась каста неприкосновенных людей, прокуроров, силовиков и прочих, которые, скажем так, за то, что обычные люди получали длительные сроки, получали либо условные наказания, либо штрафы и так далее. Вот сейчас это квинтэссенция такого подхода, когда, да, за слово «война» человек может получить обычное уголовное дело, и даже если он заменяет буквы звездочками, как это было в одном из регионов России, все равно усматривают злой умысел, штрафуют. В этом смысле, конечно же, Путину кто его штрафует? Никто не имеет, скажем так, возможности даже реализовать преследование российского президента за любые незаконные действия, потому что у него иммунитет внутри страны формальный и фактическая власть, основанная на штыках и дубинках. Но что касается того, что Путин об этом заявляет уже публично, это, я думаю, сделано намеренно. Это оповещение общества о том, что российские власти намерены вести длительную войну, войну на истощение, о том, что под эту войну будет перестраиваться внутренняя экономика Российской Федерации, под эту войну будут перестраиваться люди, которые проживают в России, кто-то непосредственно на войну будет отправлен в качестве призывника или мобилизованного, кто-то будет выполнять сверхнормативы по работе, поскольку законодательно уже предусмотрено такое. Поэтому это приглашение российского общества в новую реальность, в реальность войны. Да, так себе приглашение. Особенно если вспомнить коллегию Минобороны, где озвучивался план увеличить армию полтора раза, где призывной возраст сместили выше. И вот на первый взгляд кажется, что справедливое решение с 21 года, а потом просто, если так посмотреть раскладку, выкладку демографическую, получается, что просто вот этого возраста, до 30 лет, их просто больше. Соответственно, грести будут всех подряд. Именно так. Именно так. То есть не стоит обольщаться россиянам, что поднимут призывной возраст, потому что это будут делать поэтапно. Сначала подгребут тех, кому под 30, а затем будут просто добирать из тех, кто по возрасту подходит, до 21 как раз они дорастут. И, конечно же, это один из элементов введения мобилизационной подготовки, введения войны, формирования, милитаризации общества вот таким вот образом. То есть совершенно очевидно, что Кремль, поняв, что молниеносная война, блицкрик в отношении Украины не удается, что фактически те планы первоначальные, они... Кремль рассчитывает, что наплевать на издержки, наплевать на потери, наплевать на людские потери. Будем вести упертую эту войну до того момента, пока, прежде всего, запад не уйдет. От постоянной поддержки пока не создаться через какое-то время благоприятная обстановка для... То есть в некотором смысле может быть это попытка повторить финскую войну, пока политического результата не удалось преодолеть, но мы видим, что фактически Россия делает ровно то же самое, что и СССР в тот период, учится на своих ошибках, совершенствует управленческую систему внутри армии, и, по всей видимости, готовится к новой атаке, формируя новый боеспособный кулак. Тем временем затыкая дырки из числа мобилизованных. Новая атака курочка по зернышку? Опять-таки, зависит от того, какие конкретные тактические цели стоят перед Кремлем. Сейчас мы видим, что цель Кремля это убедить украинские власти выйти на некие переговоры, чтобы тем самым зафиксировать статус-кво. На текущий момент линия фронта остается подвижной. Учитывая специфику российского законодательства, свежеаннексированные территории, непонятно, где Россия заканчивается, где начинается и так далее. Это Кремль тоже нервирует в определенной степени. Поэтому, по всей видимости, действия военного характера будут, скажем так, иметь вспомогательное значение для политической задачи, для достижения политической задачи. И здесь затягивание войны объективно, конечно же, Кремлю на руку, потому что ресурсная база есть, запас человеческого материала есть. И в этом смысле попробовать вести эту войну на истощение Кремль может. Николай, опять-таки, а где начинается и где заканчивается Россия? За неправильные карты ну, уже штрафы. Да, ну, опять-таки, это специфика путинского режима, при которых в правовом поле создаются предпосылки для заведомой виновности каждого. Неважно в чем. Именно поэтому принимаются целые пакеты репрессивных законов, которые как сетка накидываются на общество. И любой шаг вправо, влево, прямо это уже так или иначе нарушение закона. А раз все нарушают закон, то можно выборочно, избирательно проводить репрессии в отношении тех, кто представляет для государства по мнению властей. Именно поэтому такие вот так называемые резиновые формулировки новых различных репрессивных законов, которые можно подтянуть все что угодно. И да, Россия начинается и заканчивается ровно там, где это считает в каждый конкретный момент власть. И те, кто не могут колебаться, значит, как раньше говорили, с линией партии, ну, соответственно, у них есть все шансы оказаться по ту сторону закона. Российский телеканал НТВ, публикуя материал о визите Зеленского в Конгресс в Соединенные Штаты Америки, подписал его как там лидера, да, как бы организации УГИЛ. Ну, это как ИГИЛ, только через У, и в скобочках пока что там, не признанный террористической. Странная, странный титр, на него обратили внимание многие. Вот, если это, ну, отъявленная такая, да, пропаганда, то, ну, извините, на кого она работает? Если это, ну, какой-то, скажем так, пас или там прогиб перед товарищем майором, который сидит, не знаю, там, в редакции или в аппаратной телевизионной, и контролирует все происходящее, то это еще более смешно. А что, а что вообще это означает? И, ну, вот, есть ли какие-то последствия вот таких фортелей? Я думаю, что это означает, в принципе, общий уровень деградации, поскольку с усилением всего вот этого вот милитаристического фашистского начала, которое есть у путинской власти и которое в основной своей массе поддерживает, соглашается с этим значительная часть населения российского. Вот это все, оно дополнительно характеризуется еще и понижением качества практически всего. Мы прекрасно понимаем, что из числа выехавших из России за последние месяцы людей значительная часть людей это люди с высшим образованием это люди жители крупных городов это научная творческая интеллигенция айтишники и так далее а кто остается и вот вот этот отрицательный отбор он происходит не только в российской армии не только в российской власти но и в пропагандистской среде тоже да им показалось что это будет смешно им показалось что там какая-то часть населения может быть позитивно на это отзовется им кажется что это прикольно вот хотя для любого внешнего наблюдателя конечно же это совершенно дикость совершенно недопустимо и конечно это никаким стандартам журналистики даже близко не подходит но вот эта деградация она проявляется в том числе и вот таким вот образом на телевизоре да о визите Зеленского в Америку наверное там высказались уже все я хочу буквально один момент с вами обсудить ваше впечатление услышать это ну скажем так вот этот поцелуй Нэнси Пелоси да которая там ну понятно что это все было быстро и она скажем так ну такой казус даже где-то может быть курьез как бы поцеловала руку во время того как флаг да передавали но этот поцелуй вызвал ну какую-то такую нездоровую реакцию например у Трампа младшего который издевательски там размещает карикатурные фото жабы о том мол что Зеленский зато вот тебе да вот 47 миллиардов долларов за то что скажем так вот этот вот близость да вот это вот состоялось и мне вот просто интересен взгляд на вообще историю с флагом Пелоси там уже увидели какие-то нацистские руны и это все хануку как бы вплетают российские пропагандисты как вы смотрите на попытку ну достаточно сильную как бы мы-то уже в Украине привыкли да к там речам Владимира Зеленского сильную речь в Конгрессе вот вот так вот с этой стороны выкрутить опорочить и ну как бы деклассировать что ли ну опять-таки есть такая поговорка на безрыбье и рак рыба понимая что информационно поездка Зеленского фактически ну перебивает любые потуги Кремля Кремль начал суетиться Кремль начал придумывать надувать собственную значимость отправил Медведева зачем-то значит в Китай абсолютно по надуманному поводу можно сказать для того чтобы продемонстрировать вот смотрите а вот мы вместе поехал а мы вот как бы вместе с Китаем мы силы ну так а почему Си его принял тогда ну тоже странно ну там протокольная встреча была Си упросили и она должна была быть не особо публичной Си упросили это все провести на публично немножко очков набить в случае в случае с Зеленским ну как это перебивать ну вот докопались до мышей до флага да значит все все это истории главное на мой взгляд то что эта поездка результативна главное на мой взгляд это то что американский истеблишмент продемонстрировал готовность осуществлять помощь дальше наращивать эту помощь и уже складывается определенный мировой консенсус по крайней мере в западной части мирового сообщества относительно мальчиша-плохиша мировой политики уже такого отъявленного в виде российского руководства и российского президента Путина и конечно же чтобы хоть как-то перебить эту картинку да вот разгоняют различные истории в надежде в этот белый шум погрузить всю информационную среду чтобы никто кто там не обладает должной мере критическим мышлением не догадался что происходит на самом деле поэтому я бы не стал заострять внимание на этом эпизоде гораздо важнее те реальные договоренности которые были достигнуты в ходе этой поездки да но мы не знаем ответа на главный вопрос что и как Соединенные Штаты Америки планируют делать для того чтобы усадить Украину за стол переговоров с Российской Федерацией да это остается пока загадкой мы этого не знаем совершенно очевидно что рано или поздно какие-то переговоры могут произойти только вопрос это будут переговоры о капитуляции российской армии или это будут переговоры о ну скажем так засталбливании за собой захваченных территорий если линия фронта не сдвинется за этот период но то что переговоры будут это очевидно в любом случае потому что война продолжаться вечно не может и боевые действия продолжаться вечно не могут вопрос как соединенные штаты будут участвовать в этих переговорах и на каких переговорных позициях в том числе благодаря поддержке соединенных штатов окажется украина переговоры переговором ройс и когда байден говорит о том что переговоры необходимы это вовсе не может означать что украина должна смириться с потерей временной потерей территории должна пойти на какие-то условия кремля переговоры могут быть и в другом ключе поэтому сейчас об этом говорить на мой взгляд прежде времени николай гуляют слухи по российским пабликам самым разным что ситуация с рогозиным произошедшая когда из цезаря прислали ему украинское уведомление о нарушении государственной границы Украины во время его празднования дня рождения в ресторане в Донецке вот что это все не без участия Пригожина который вот как бы раньше его предупреждал что мол ты делаешь на Донбассе что это собственно опасно можно и поплатиться и ну доходит до того что чуть ли не Пригожин там дал координаты вот этого ресторана местонахождение Рогозина этот свой день рождения что вы думаете об этом выгодно ли нужно ли так действовать Пригожин я думаю что нет необходимости Пригожину таким образом действовать вот и не стоит принадлежать героизм и значимость тех сведений которые добывают главные управления разведки министерства обороны Украины что касается их вражды то в этом смысле у Пригожина сейчас гораздо больше рычагов вот для того чтобы решать свои проблемы и Рогозин не является существенной проблемой для Пригожина Рогозин присутствует там в качестве свадебного генерала без портфеля без каких-либо полномочий вот как он заявил они организовали там какой-то офицерский союз который занимается снабжением отдельных подразделений то есть фактически это волонтерская деятельность поэтому сам по себе Рогозин там никто звать его никак и для Пригожина никаких проблем он не представляет то что публично они находятся скажем так в состоянии ссоры ну Пригожин со многими ссорится и с питерским губернатором он в ссоре ничего страшного не происходит единственное жалко конечно что только часть Рогозина пострадала хотелось бы чтобы он остался там целиком ну будем надеяться что в следующий раз Цезарь будет чуточку точнее вот к интеллектуальному скажем так облику Рогозина да устраивать такие вот шумные вечеринки в зоне достигаемости артиллерии но это надо постараться это надо уметь просто есть версия все конечно крутятся вокруг Рогозина Рогозина но там был так называемый премьер-министр ДНР вот это как бы цель главнее ну безусловно хотя ну я думаю что если бы они там вместе остались было бы еще лучше вот в любом случае мы знаем что украинские спецслужбы проводили успешные операции мы все помним и так называемую Моторолу и так называемого Гиви и прочих вот поэтому чем больше удастся такими ударами накрыть головарей оккупационных войск пропагандистов или кого-то еще тем лучше да Николай скажите пожалуйста на ваш взгляд вот эти визиты судорожные так называемых вот этих неформальных да встречи глав государств СНГ что за ними стоит вот казалось бы совсем недавно вот вот только что Путин приезжал в Минск на четырех самолетах кружился чтоб не сбили провел там встречу там Лукашенко как бы радуясь говорил что мы со-агрессоры а вот опять Лукашенко едет уже в Петербург перед тем как будет этот неформальный слет заедет белорусским космонавтом есть и такие которые ждут свой черед выйти в открытый космос ну и опять немного раньше встретиться с Владимиром Путиным что они никак не могут согласовать ну я думаю что основная задача Кремля в данном случае втянуть Беларусь белорусские вооруженные силы в конфликт то есть чтобы Беларусь неопосредованно принимала участие предоставляя свои полигоны предоставляя свои аэродромы для ракет чтобы российская армия осуществляла запуски многие эксперты говорят о том что не исключено попытка новая попытка атаки Киева наземным путем наземными войсками и в этом смысле белорусские вооруженные силы их техника для Кремля были бы серьезной поддержкой у Лукашенко другой интерес у него интерес усидеть на двух стульях у него интерес каким-то образом не дать Кремлю то что Кремль хочет но в то же время получить от Кремля деньги и поддержку и вот вот эти многочисленные встречи как раз обуславливают сложность этих переговоров потому что мы видим что пока все еще режиму Лукашенко удается удержать себя от непосредственного втягивания в боевые действия но пространство для маневра остается все меньше и в этом смысле интенсивность таких встреч может означать что договоренности либо достигнуты либо должны быть достигнуты в скором времени как вы думаете вот если взять внутреннее состояние Российской Федерации и вот как бы чиновничий чиновничий тут лестницу да чиновничая скажем так структуру вот о чем говорит например вот это голосование в Татарстане о том что теперь не будет в России там президента Татарстана будет Раис да ну вот что в принципе в переводе как бы является президент но вот таким будут словом называть это сколачивание вот так вот сбивают вот эту всю систему и государственную машину затачивают ее под войну или там совершенно другие причины почему собственно в Татарстане президентом быть негоже но скажем так это в определенной степени попытка центральной власти заморозить дезинтеграционные процессы которые так или иначе идут в России это попытка усилить контроль федерального центра над регионами тем более над таким ключевым регионом как Татарстан поскольку это и машиностроение это и добыча и в этом смысле Татарстан достаточно ключевой регион по Волжье вот что касается скажем так децентрализации то Татарстан ну исторически с распадом СССР обладал таким наверное после Чечни второй номер был по своей самостоятельности которую проводил проводили президенты Татарстана вот сейчас никакой самостоятельности быть не должно все решения должны полностью значит в Москве согласовываться и для укрепления роли федерального центра как раз эти инициативы и предпринимаются то есть мы видим как не только там военное военно-промышленное экономическое а вот еще и эта составляющая управленческая грубо говоря готовится к длинной войне да безусловно все скажем так сферы общественной жизни в России все сферы государственного устройства власть сейчас во всем этом пытается осуществлять продвижение политики милитаризма и скажем так принят ряд законов по которым и законодательных изменений по которым экономика будет вот на эти военные рельсы перестраиваться опять-таки в Кремле поняли что быстро достичь своих целей не получилось ну соответственно не мытьем так катанием учитывая что ресурсная база все равно есть как я уже сказал то есть достаточно и людских ресурсов и военного железа пускай оно конечно не самое современное но его много и Кремль все еще уверен в том что таким образом можно будет достичь те задачи которые он перед собой ставит друзья я всех приглашаю подписаться на мой канал поставить лайк этому видео написать свой комментарий об услышанном и об этом разговоре мы конечно следим за совершенно разными событиями и еще хотел бы с вами обговорить какие-то странные пожары в российской федерации мы прям видим как череда пожар за пожаром в разных объектах то уренгой помары ужгород что-то там ремонтировали да не доремонтировали или там выремонтировали и как бы это все взорвалось теперь вот сегодняшнее сообщение о том что в общежитии ОМОНа в Москве загорелся загорелось помещение где бронежилеты хранят то есть какие-то вот целая череда вот таких событий наталкивает на ну какую-то не знаю мысль закрадывающуюся о какой-то тактике там тысячи порезов спецслужбистской войне двух систем условно российской и там украинско возможно где-то и западной что вы об этом думаете я думаю что прежде всего война ложится достаточно тяжелым грузом на Россию и в этом смысле во многих общественных отношениях во многих скажем так сферах проявляются элементы усталости в том числе это имеет и материальные выражения в техноденных катастрофах то есть они скажем так какой-то процент их является нормальным вот здесь скачок он как раз показывает что Россия как государство как страна не готова к вот этому новому формату существования и соответственно вот эта усталость она проявляется и в человеческом факторе и в определенных ну скажем так материальных объектах потому что деньги идут уже не на ремонт не на реконструкцию не на реставрацию деньги уходят на войну вот что касается деятельности украинских спецслужб западных спецслужб ну все может быть как правило об этих вещах публично не говорят и только потом через много лет из мемуаров значит разведчиков мы узнаем о том что происходили иные вещи думаю что совокупность факторов то есть этого тоже нельзя исключать ну и традиционное российское безалаберность и разделдейство они составляют тоже весомый процент всех этих техноденных катастроф поэтому вот все в совокупности оно и дает определенный всплеск таких инцидентов которые проявляются в различных точках России ну вы знаете вы когда говорите о том что узнаем через много лет уже там начинаем что-то узнавать вот недавнее интервью главы СБУ да Малюка вот заставило задуматься многих оказывается есть героические женщины которые сделали уже пластическую операцию работают они в тылу врага ну и начинается вот уже раскручивание докручивание этих слов что вот в Москве есть там целое эскорт агентство которое работают с людьми которое связано там или выходцами из Украины чиновниками или связанными с событиями в Украине достаточно интересная версия вот такая медовая ловушка как когда-то были многочисленные сообщения да о том что нечто подобное занимались в СССР а вот сейчас это только на новый лад при помощи там британских или каких-то других спецслужб насколько это ну понятно что это по киношному но это может и работать в Москве действительно много агентов ну исключать ничего нельзя совершенно очевидно что такая форма оперативной работы она имеет место быть это делают различные спецслужбы разных стран мира и российские спецслужбы это делали в том числе с рядом оппозиционеров ну что касается реальности то опять-таки нельзя исключать что это элементы псо ну пускай они там бегают у себя сбивают с ног значит трясут этих несчастных ночных бабочек и так далее вот можно допустить что есть такие там глубоко законспирированные агентки но если это сказано публично то скорее всего либо там какая-то операция уже завершена и можно об этом говорить либо это действительно элемент ипсо потому что если такая операция проводится об этом заявляется публично но это ставит под удар тех оперативников которые принимают в ней участие но то что текуется да это имеет место быть наверное в протяжении всей человеческой истории по понятной причине ну да эти классические операции николай закончить наш сегодняшний разговор я хочу с ну наверное такого ну таким сообщением да вот прям можно восклицательный знак поставить вот есть такой Алексей Куличков да это главный военный комиссар Тюменской области он заявил что большинство ошибочно призванных ошибочно мобилизованных они сами виноваты а знаете почему потому что не ходили в военкоматы не обновляли свои данные ну это финиш теперь все понятно виноваты сами что бы вы сказали Куличкову я думаю что здесь можно ответить финальной частью басни Крылова значит волк и ягненок ты виноват лишь тем что хочется мне кушать это модель взаимодействия российского государства с российским же населением сами виноваты так и есть да Николай Полозов российский адвокат был моим собеседником сегодня спасибо вам большое спасибо друзья берегите себя всем желаю добра и света не игнорируйте сигналы воздушной тревоги увидимся обязательно у меня на канале подписывайтесь